Свою будущую профессию Мария Некрасова выбрала еще в детстве. Экскурсоводом работала мама и часто рассказывала о Севастополе. Теперь о нем говорит и сама Мария, гид-переводчик. Больше 20 лет влюбляет в город-герой туристов. Экскурсовод должен помнить, что именно он является лицом города, лицом страны. И именно от него зависит то, как гости воспримут окружающий мир. То, что они увидят. Главное, чтобы он мог представить информацию грамотно, чтобы представлялась информация подтвержденная. И если экскурсовод о городе рассказывает, ремесленник создает сувениры, чтобы гости увезли с собой не только впечатление. Обычные камни Черного моря Анастасия Колоскова любит больше драгоценных металлов. Изделия из гальки мастерит вместе с мужем. Уверена, в конкурсе главное не победить, а запомниться. Мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленная деятельность, они, конечно, в большой степени производят уникальные продукты. И поучаствовав в таком конкурсе, они могут презентовать свой потенциал. И, конечно, важно, что на этом можно сделать свое дело. Мария Некрасова на почетном втором Анастасия Колоскова победила. Соревновались в разных номинациях, стали одними из лучших в городе. Этот конкурс проводят с 2016-го. Ежегодно он набирает популярность. Участвуют экскурсоводы, работники турфирм, индивидуальные предприниматели, менеджеры. Одно из важных условий – стаж. Он должен быть не менее трех лет. В заданиях теория и практика, как на экзамене, ответить на тестовые вопросы, представить свое дело и даже экскурсию провести. У нас была практическая часть, которая состояла из пешеходной и автобусной экскурсии. Надо было провести часть пешеходной экскурсии по центру города, потом садились в автобус и завершали экскурсию по центральному городскому кольцу. Конкурсантов оценивали представители туристической отрасли, сотрудники вузов, музеев, библиотек. Любое соперничество, состязание – это важно для человека. Это личностный рост, это представление своей продукции и показать себя, что они умеют, что могут. Это в целом повысит качество и уровень сервиса, который предоставляется нашим туристам, которые приезжают ежегодно и каждый год их становится все больше и больше. Победители регионального этапа теперь поучаствуют в федеральном. Он стартует 10 августа и продлится до начала ноября. Проведут его дистанционно. По ту сторону монитора будут ведущие российские эксперты в области туризма. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.